Свидетельством того, что мы идем туда, куда надо, является присутствие святого человека. Когда возвышенная личность стоит рядом и у тебя на сердце спокойно, это значит, ты идешь туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом и у тебя на сердце тяжело, это значит, ты идешь не туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом и тебе хочется от нее смыться, это значит, что ты уже слишком далеко зашел, не туда, куда надо. Это надо четко, вот этот критерием является Священное Писание тоже. Не хочу считать Священное Писание. А почему ты не хочешь его читать? Что тебе мешает? Ну, почитай. Возьми и почитай. Если ты не хочешь, значит, у тебя есть проблемы. И проблема означает, что ты пошел не туда, куда надо. Вот и все. А так сам не определишь. Только... А? Нейтрально это значит, что ты остановился. Нужен вкус, сладкий вкус, понимаете, в Священном Писании. Значит, все нормально. Если нейтральное чувство, значит, ты не туда и не сюда. Если не хочешь сочетать, ты уже пошел не туда, куда надо. Нейтральное отношение к Святому Человеку. К Солнцу могут быть нейтральные отношения? Может быть, значит, ты больной. Не любишь Солнце, значит, ты больной. У тебя болезнь какая-то. Солнце это дает нам радость. Все у нас в земле оживает от Солнца. Почему у нас должно быть к нему нейтральное отношение? Мы должны любить Солнце. Одна из экспансий Бога находится внутри Солнца. Называется Сурия Нарайана экспансия. Некоторые поклоняются Солнцу. Являются ли эти люди поклонниками Бога или нет? Все зависит от того, как они воспринимают Солнце. Если они воспринимают Личность Бога там внутри, то это значит, что они поклоняются Богу. А если они поклоняются Солнцу как свету, то это неправильно. Понимаете? Следующий вид пустых разговоров, разрушающих жизнь, пустого общения, звуки, это фильмы, новости, которые очень привлекательны, но они не дают духовного знания. Они развлекательную природу имеют. Там нет ни нравственности, ни чистоты, ни возвышенности. Это то, что разрушает. Надо быть очень осторожным, смотря такие фильмы, особенно если в них присутствуют духи, привидения, те, кто восстали из смерти, там полуживые, полумертвые, всякие кекиморы, а духотворились. Не надо смотреть эту всю чушь, всякие как битвы миров, сознание разрушает человека. Это очень притягивает, это интересно смотреть, потому что духи же присутствуют в нашей жизни, это форма жизни, духи, это форма жизни. Причем они присутствуют, да, то есть, да, он поддержит любовь, он помогает нам думать друг о друге. Вот, допустим, я думаю о человеке, он думает обо мне. Он обо мне не думает, а я о нем думаю. Кто мне помогает думать? Какая-то сила же, связанная с духами. Дух любви начинает атаковать одного из тех, кто любил. Между людьми есть любовь, и там живет этот дух любви. Когда, вот поднимите руку, кто сейчас вот чувствует, что вы кого-то любите, а он непонятно как. Вы с человеком встречаетесь, видите, он вас не любит. Когда вы уходите от него, вы чувствуете, что он вас любит, что он о вас думает, и прямо вы ясно это чувствуете в отношениях. Потом один человек отвалился от отношений, а дух любви остался, и он вас мучает. Так можно с ума сойти. Да? Сто процентов это страшная вещь. Надо уходить из этих отношений. Можно с ума сойти. Бред может начаться. А? Духа не надо прогонять. Самое лучшее думать о Боге. Когда человек о Боге думает, то все духи разлетаются. Бог это свет, духи это светлячки. Когда солнце начисло. Вот сейчас вот вы приехали на фестиваль. Меньше думается о человеке? Меньше. Вот это признак. Помещайте себя в духовную атмосферу. Больше духовной атмосферы, меньше духов. Понятно? Очень простой принцип. Помещайте себя в духовную. Это неправильное общение просто. Это то, что разрушает жизнь. Уходите из этого неправильного общения. Неправильное общение это самая большая сила, разрушающая жизнь. Или как награда. Да? Вы поймите такую вещь, что любовь между людьми имеет очень поверхностную природу. Мы не можем сильно рассчитывать на любовь близких людей. Они иногда нас больше любят, иногда меньше. Это зависит от судьбы, для них кармы. Иногда любовь разгорается между людьми, иногда остывает. Мы должны жить друг с другом просто потому, что Бог нас соединил. Мы должны служить друг другу, заботиться друг от друга, не желая награды в виде любви. Она или будет увеличиваться, или ее будет меньше в отношении. Это зависит от Бога, от судьбы. Но если люди занимаются духовной практикой, то их объединяет вера. Когда они верят, между любви и любовь никогда не будет гаснуть. Любовь между обычными людьми гаснет всегда, потому что она скверняется тем, что мы оскорбляем друг друга неосознанно. Но когда люди верят в Бога, вера возжигает, всегда возгорает любовь. Потому что когда человек видит возвышенные чувства близкого человека, любовь опять в нем восстанавливается, в его сердце. Любовь означает видеть чистое и светлое в человеке. Любовь не означает просто наслаждаться им. Любовь всегда означает видеть что-то чистое и светлое. Это всегда только так. Поэтому супруги должны больше говорить о духовном, о возвышенном о чем-то. Им надо учиться. Причем сначала эти разговоры могут иметь чисто такую, как, ну, эти разговоры о Боге могут просто из чувства долга происходить. Часто люди думают, нам неинтересно о Боге общаться, мы не знаем, что о Боге говорить. Нам интересно рассказывать сплетни. Можно просто общаться, вот как, допустим, дружить правильно. Обычно люди думают, что друг это тот, с кем хорошо. Нет, это не просто. Неправильно. Друг это тот, кто идет одним и тем же путем с тобой. С ним может быть не сильно хорошо, но со временем все будет лучше и лучше. Чем выше вы будете идти вверх, тем больше и лучше будет с другом. Друг это тот, кто идет одним путем с тобой. У него одинаковый путь с тобой в жизни. Это друг. Есть разная дружба, есть старшие, младшие, равные, и младшие, старшие. Это все дружба, понимаете? Духовная. Дружба может быть только духовной. Если вы слушаете мои лекции, значит, мы с вами дружим. У нас с вами дружба. Она не такую природу имеет. Мы с вами не можем поболтать вместе рядом. Неблагоприятно, когда старший болтает с младшим. Это разрушает веру. Но слушать лекции, это как раз и то, то слушать, я читаю лекции, проявляя свою дружбу, вы слушаете лекции. Дружба означает идти в одном направлении всегда. Есть равные в дружбе, есть старшие, младшие, есть младшие, старшие. Это виды дружбы все. Правильные отношения. Они имеют глубокую очень природу. Они в основном в разлуке находятся. Часто бывает так, что человек близкие отношения начинает со старшим строить и разочаровывается в нем. Почему? Потому что он видит уже не то, что надо, а то, что не надо. То есть он как бы видит какие-то вещи, которые, может быть, не надо, на них заострять внимание. Потому что дружба же означает присутствие Бога всегда. Допустим, если мы с вами чем-то отделены, чуть-чуть на расстоянии находимся, то вы можете через мои слова чувствовать Бога. И вы тогда радуетесь, слушайте лекции. Но если вы, допустим, ближе, вы можете видеть мои ошибки, какие-то неправильные поступки, действия, и вы уже не можете слушать мои лекции, потому что Бог уже вам не кажется в моих словах, вы уже не видите в них Бога. Так часто, сближая дистанцию со старшими, люди теряют Бога в отношениях. Это очень опасно. Не надо пытаться к старшим приблизиться, надо приближаться к равным. Потому что в равных человек хоть меньше Бога увидит, но зато с равными можно развивать эти отношения ближе. Но когда человек духовно развит, он может и со старшим близкие отношения. Это признание духовного развития. В основном люди эксплуатируют старших. Вот я прихожу к своему духовному оставнику, что развивает мои отношения с ним, а что не развивает. Если я начну у него консультироваться, а как мне вот так вот жить, а что мне вот так в жизни делать. Это называется эксплуатация. Человек эксплуатирует старшего. Он сам должен сдавать экзамены, сам должен учиться правильно жить. Но если он старшего начинает мучить, что мне сделать там, а где мне бизнес свой там установить, это эксплуатация просто старшего. Но если я прихожу к старшему, говорю, как вам служить, какие наставления мне выполнять, что мне делать там, какие аскезы совершать, это уже служение. Понимаете? Нам хочется всегда эксплуатировать старших. Это так устроен этот мир. Мы всех эксплуатировать хотим. Так думаем, что я из любви это делаю. Нет, это правда. Но любовь, она может в разную сторону повернуться. Есть старшие, которые очень строго себя ведут в этом отношении. Допустим, духовный учитель, моего духовного учителя разок ехал в поезде, остановился, и к нему в вагон забежали два бизнесмена. Ученики говорят, пожалуйста, не беспокойте учителя. Те говорят, нет, мы хотим с ним поговорить. И они прорвались туда, к нему, к учителю, поставили на колени и говорят, благословите, чтобы у нас бессон, чтобы вы устремились к Богу. И они как дропанули из этого поезда. Уже поздно, они заметили. Они к святому человеку подошли за всякими глупостями. И он их наказал просто, чтобы они в следующий раз были умнее. Есть такое высказание, что Господа называют «Умой Господь, воистине Тебя может достичь только тот, кто не желает знатного происхождения, огромного богатства, хорошего образования и телесной красоты, не могут искренне обратиться к Тебе». Такая молитва есть в ведах. Шимадбагу. Молитва указывает на то, что есть четыре причины, которые разрушают возможность близкие отношения с Богом строить. Первая причина – это знатное происхождение. Человек очень знатный, ему нет дела до Бога. Он сам почти, он не верит Бога слишком сильно, ему все купи-продай. Может все купить, можно продать, у него нет совести, нет чистоты. Это естественно, так получается. Так действуют деньги, так действует знатное происхождение. Этот человек имеет очень, что человек сам себя Богом считает. Он считает, что он знает все. Также причиной того, что человек не может обратиться к Богу в свете, ему больше всего интересно думать о себе. Таким образом, искренне обратиться к Богу может только тот, у кого нет слишком много всего этого. Вот Олег Сунцов, он монах. У него несколько одежд всего, и он не имеет денег. Почему? Вы же сейчас с презрением сказали. Ну так и почувствовал. Да, да, но это презрение. Добровольно отказаться от богатства. Добровольно отказаться, что я не хочу этих денег, я хочу Бога. Он может выбрать Бога вместо денег. Является ли это признаком того, что он стал уродливым? Это признак благородства. Это признак благородства. Потому что этот человек как раз тот, кому надо деньги давать. Деньги надо давать тому, кто для Бога их использует. Представьте, если сейчас хотя бы один процент богатых людей, нравственных школ, храмов, сколько было бы чистых продуктов, которые можно было кушать и так далее. Потому что все это возникает ведь из-за желания денег. Почему люди выращивают химию? Потому что невыгодно выращивать сейчас чистые продукты. Они некрасиво выглядят, в них червячки, они быстрее портятся. А химия вся не портится. Я разок яблочко забыл на балконе. Через месяц смотрю, свеженькое, хорошее яблочко. Ничего не произошло, а было летнее время. Думаю, вот это да. Хорошее яблочко купил. Сейчас в Европе некоторые трупы не разлагаются. Знаешь ли это, что они святые? Микробы брезгуют ими. Они наелись ими, и микробы брезгуют. Когда человека Бога больше в сердце, все, что я перечислил, его меньше интересует. Его меньше интересует знатное происхождение, богатство, образование, материальное и красота. Этот человек интересуется душой, душевным. Это не значит, что он будет бедным, уродливым, несчастным и безграмотным. Не факт. он не будет кичиться своей грамотностью такой человеку. был такой случай, один духовно, одна духовно развитая личность. Это было в Варанасе 500 лет назад. Одна духовно развитая личность, она просто ходила и танцевала по городу и пела просто песни духовные. Как знаете, как пьяные ходят. И простые люди присоединялись тоже, танцевали, пели, плясали о Боге вместе с этим человеком. И там в Варанасе жил один великий ученый духовный. У него было к тому времени по-моему 50 тысяч учеников. И все жители этого города поклонялись этой личности. Все жители города поклонялись. И один священник организовал встречу, так как тот осудил, этот ученый духовный осудил этого, как он сказал, бродяга, ты ходишь. Но они были духовно в одной и той же линии духовной. И поэтому ему было стыдно за свою линию духовную, что из его линии человек как бы духовный занимается такими делами. Просто ходит по улицам, поет песни о Боге, молится там и собирает толпы людей. Ему было за него стыдно и он осуждал его со своими учениками. И тогда один священник организовал их встречу, так сделал, чтобы пригласил их обоих на обед. И тот пришел со своими учениками, а этот сел в отхожем месте. Возвышенная личность, это необычная личность, сел в отхожем месте, там, где омывают стопы, в древней культуре считается таким грязным местом, где омывают стопы. И он сел прямо на этом месте, и тот очень образованный человек, он сказал, ну, зачем ты там сел, которого осуждал он очень образованный человек. Он говорит, зачем ты там сел, садись рядом со мной, ты все-таки из нашей культуры духовной. Он не был злыдним, он был очень добрым, возвышенным человеком. И тот смиренно сел рядом с ним, и от него пошло такое сияние, что все обалдели там, он начал сиять, от него исходил свет. И тогда между ними завязалась беседа, и есть такой стих в Шамадбхагу, там называется Атмарама Шлока, там описывается возвышенная личность, кто такая возвышенная личность, предметом дискуссии было изучение, кто такая возвышенная личность. И этот бродяжка, как тот его назвал, он скромно себя вел, и тот предложил ему ученый ведический, великий ученый предложил ему объяснить, кто такая святая личность, раз ты ходишь, вот как бродяжка, но ты считаешь, что это правильно, объясни, кто такая святая личность. И он этот стих объяснил 68 различными способами, на которые ни один из этих способов не было никаких возражений у того второго. Когда он это услышал, объяснение, он принял его как своего духовного учителя, и сам начал ходить по улицам петь духовные песни, вместе со всеми 50 тысячами своими учениками. Так что, если человек ведет себя очень просто, это не значит, что он глупый. Как раз глупые люди ведут себя непросто, все наоборот. Возвышенные, мудрые люди ведут себя очень просто, это признак мудрости. Простота это качество святой личности. Я разок, когда сильно изучал православную веру, я был в серге в посаде и даже ночное обдение там стоял. И мне показали одного священника, монаха, и сказали, что он святой человек. И я украдкой наблюдал за ним, он давал наставление, люди стояли в очереди, он сидел на лавочке, дал наставление, я наблюдал за ним со стороны. Я видел, что он разговаривает очень просто, у него он как ребенок, у него глаза простые, взгляд простой, жесты простые, как будто он как ребенок, этот человек. Я подумал, ну как этот человек, он выглядит как ребенок, как он может быть мудрецом. святой. Я был просто юношей, я не понимал, кто такой святой. Но сейчас, изучая Священное Писание, понял, как раз этот, что это и есть, и был святой человек, потому что по всем признакам он является святым. По всем признакам, как он себя ведет, как люди к нему верят, что с ними происходит потом после общения. Они выходили все просветленные и сияли. Таким образом, не все, что плавает на поверхности, является золотом. Надо глубже смотреть. Ну, простите, что я так сказал. Может, неправильно? нежелательным общением также является чтение художественной литературы. Не всякой. Если в ней нет глубокой основы духовной или нравственной, а просто какие-то приключения, фантастика, что-то такое, что просто развлекает, дефективы. Да. Ну, развлекательный жанр такой. Да. Это означает пустая трата времени. И каждая вот эта беседа, она то ли в уме происходит, то ли наяву. В книге эта беседа в уме, можно просто разговаривать. Она имеет свое осквернение, свои типы осквернений. Например, есть шесть врагов человека в целом. Запишите. Первый враг человека это вожделение, второй жадность, третий гнев, четвертая иллюзия, пятый зависть, шестой безумие. вожделение, вожделение, жадность. Каждый предыдущий, последующий вытекает из предыдущего. Жадность возникает из вожделения, гнев возникает из-за неудовлетворенной жадности. Если человек разгневан, он впадает в иллюзию. Если человек находится в иллюзии, у него возникает зависть. Если человек находится в зависти, ему недалеко да от безумия. Шесть врагов человека. Вожделение, жадность, гнев, иллюзия, зависть, безумие. Ну, там есть разные, может быть, квалификации. Это описывалось в Шимадбхагаватах, описывалось рождение в демоническом роде. Демоны это божественные существа. Веда описывает, что у одного отца есть праджапати, прародители человечества, которые, ну, земля расселялась, то есть, вселенная разделялась живыми существами. Понимаете? И есть прародители живых существ. они называются праджапати. У одного праджапати, его зовут Кашья Памуни, у него было две жены. И одна жена дала рождение полубогам или деватам, как говорят, они верили в Бога и шли духовным путем. А другая родила демонов или даннов, которые верили в себя, а не в Бога. И они шли демоническим путем. И полубоги и демоны это высшие живые существа. Они обладают сверхспособностями. У них очень много, они могущественнее людей. Это как ангелы. Есть демонические ангелы, есть божественные. и вот в демоническом роду последовательно родились вот эти шесть личностей, которые отвечают за вот эти качества характера. Понимаете, все качества характера поддерживаются кем-то. Каждая черта характера, все, что мы имеем в жизни, оно все кем-то поддерживается, потому что мы сами не можем все это поддерживать себе. И вожделение поддерживается одной личностью, жадность другой, гнев третий и так далее. Понятно, да? Это все личности, которые разрушают жизнь. Это враги человека, они разрушают нашу судьбу. Они являются непреодолимы, они несут непреодолимую силу. Мы очень примитивно видим этот мир. Мы видим его состоящего из природы и людей. И нам кажется, что люди это самая высшая форма жизни. Но я еще в молодости видел признаки того, что это не так. У меня была возможность чувствовать и видеть мир по-другому. Я как-то лежал в постели, спал, и вдруг, когда человек открывает глаза, в момент пробуждения он видит тонкий мир. я почувствовал, как какая-то сила тянет меня за центр тела. И как будто из меня жизнь вытягивает эта сила. Я почувствовал, что меня даже начало поднимать над кроватью. когда открыл глаза, я перестал дышать, и жизнь выходила постепенно из моего тела. Такая сила. Я как открыл глаза, я увидел в небе голову страшную, голову, которая была очень злой. И она своей злобой вытягивала из меня жизнь. Это началось тогда, когда я начал интересоваться Богом. Произошло. И у меня в сердце, вот здесь прямо в сердце, вдруг произошла какая-то интересная вещь. Я как будто не я, но что-то сказала внутри. У тебя ничего не получится. И в этот момент я упал на постель. Ну как бы то ли в тонком теле это произошло, то ли в грубом. Я не могу сейчас сказать, потому что я был в полусне. Но я не знал, что это за голова. Потом в ведах я прочитал, что это за голова. Есть конкретное имя этой голове. Тараху, то есть это демон, который остался без туловища. тонкая невидимая планета. Я увидел на тонком плане, когда мне было 18 лет всего. Потом я узнал о ней через 10 лет в ведических писаниях. Я сейчас чувствую эту планету. Вчера, когда меня начали критиковать после лекции, она очень сильно влияла эту планету. И еще 4 или 5 часов после этого. Я видел, как разные вещи нехорошие происходят и в мире, и у нас здесь на фестивале. Люди ругались между собой, злились, ссорились. Это время. Это все происходит, заметил. Кому вчера испортили настроение в это время? Нет, днем где-то. почувствовали? Силу какая-то такая, злобная сила влияла. Это нормально, так бывает. У всех есть гороскоп Ираху. Да, у всех есть гороскоп Ираху. Это нормально? Это наша жизнь? У нас есть и божественные качества в сердце и демонические у всех людей. Мы должны развивать себя божественные и убирать демонические. И это все от общения зависит, от общения, понимаете? Есть благоприятное общение, есть неблагоприятное общение. Важная тема. Так видите, даже чтение просто простой литературы, которая не призывает к самосовершенствованию, в которой нет совести, чистоты, возвышенности, это пустая трата времени. Это означает, что мы разрушаем свою жизнь, свою веру. Потому что что бы мы не делали в этой жизни, мы все равно всегда или веру усиливаем в Бога, или ее разрушаем. Одно из двух. Все, что усиливает веру, это благоприятное общение, все, что разрушает неблагоприятное, от которого надо отказаться. Допустим, у вас есть друг, который говорит с вами о пиве, о женщинах, о мясе, еще о чем-то. Это не та дружба, она приятная, приятный человек, но он не о том говорит. Это тот яд, который имеет сладкий вкус, он разрушит вашу жизнь. Согласно ведом, от такой дружбы надо отказаться. А если это близкий человек, то надо служить ему, но не строить с ним близкие беседы. Эти беседы разрушают не только вас, но также его. Человек с вами близкий говорит, сплетничает, то это разрушает вас обоих. Если мне, допустим, рассказали что-то плохое человеке, хочу я это или нет, это плохой осадок остался в этом человеке в моем сердце. Есть такой анекдот еврейский анекдот. Женщина звонит своей знакомой и говорит, Сара, помнишь, ты у нас в гостях была? Помню. Но у нас тогда колечко пропало. Она говорит, ну я не брала ваше колечко. Так говорит, ну теперь и мы знаем, что ты не брала, потому что колечко нашлось, но осадочек остался. Так осадочек не от цары остался, а от неблагоприятного общения о ней, понимаете? То, что беседа была не та. Думали неправильно о человеке, вот осадочек остался в результате. Надо это понять в своей голове. От чего осадочек остается? Человек часто бывает тут ни при чем. я на своей жизни даже это наблюдал, есть люди, которые в интернет со злобой во мне пишут много всяких вещей. Иногда бывает так, что они берут кусочек правды и раздувают его до безумия. Иногда бывает, что они вообще просто сочиняют что-то. все вместе получается очень хороший правдивый рассказ, который разрушает веру. Такие вещи не надо читать. Это не поможет вам разобраться в старших. Человека можно понять, общаясь с ним, видя его, понимая его. Зачем слушать, читать, сплетничать? Человек известный, популярный, однозначно о нем будут сплетничать. Само собой. Один актер, талантливый режиссер сказал, его спросили, другой режиссер написал песню, и она стала известной. И тут же его начали критиковать. И тот спросил, а почему так? Я до этого был хорошим человеком, песню нормальную одну только написал и стал плохим. В чем дело, почему так произошло? И он тот ему сказал, если ты хочешь, чтобы тебя не критиковали, то ты должен иметь три, одно из трех Б. Первое бездарный, второе безызвестный, третье беспомощный. Хотя бы одно из трех Б, и тебя никто не будет замечать. Да? Очень просто, не надо от нее отказываться, надо при встрече с ним начинать говорить о благоприятном. И он сам перед вами станет дружить. Надо отказываться, надо просто при встрече начать говорить, о, был на фестивале благоц, там так классно. Невозможно, чтобы друзей не осталось. Будет очень, у вас мало друзей? Вот смотрите, вот все друзья. А что вы это поснимали эти надписи? Знакомства продолжаются? Вот видите, у человека друзей нет. поднимите руку у кого у вас нет друзей, поднимите руку. Мало друзей. Вот запомни девушку, что после лекции все вместе подружились с ней немедленно. Понятно? Вам надо с ней подружиться, потому что она не верит в Бога, она думает, что если ее духовное развитие лишило ее друзей, значит это неправильный путь. Вы должны с ней подружиться все здесь немедленно. вставайте, вставайте. Как вас зовут? С Леной надо дружить, пожалуйста, подружите с Леной. Как только увидите ее на дороге, сразу вступайте с ней в знакомство. Знакомьтесь с ней, разговаривайте с ней, дайте ей чувство, вот я вижу, чувствую, что не хватает любви. Нужно дать возможность человеку быть счастливым сейчас. Он приехал в родную семью, надо чтобы была дружба. У меня очень много друзей, даже часто я их не видел никогда в своей жизни. Люди подходят ко мне, я вижу, что они друзья, они с любовью разговаривают со мной, я даже не знаю, что мне сказать, что сделать, потому что я чувствую, что я не достоин такого тепла, такой любви по отношению ко мне, но они так себя ведут, эти люди, и это очень укрепляет веру в Бога. Чувствуется, что Господь заботится таким образом о тебе. Между друзьями не обязательно будет прям тесно какие-то отношения, дружба может по-разному протекать. Друзья могут идти одним путем просто в жизни. Я с Владимиром с лицом несколько раз в год всего вижусь, но у нас есть дружба, глубокая дружба. Вот все артисты, которые выступают здесь, я их очень люблю. Мы с ним мало общаемся так, но я смотрю на них, они показывают себя, свою любовь со сцены. Итак, смотрите, какие они удивительные, как они играют необыкновенно. Это же удивительно иметь способности. Те, кто у нас поют, у нас многие поют авторские песни, и смотрите, как хорошо поют люди, красивые, очень талантливые. Это все дружба, она бывает разная, не обязательно сплетничать друг с другом вместе. Люди, когда начинают духовной практикой заниматься, они стараются иметь какие-то ограничения, потому что если ограничений нет, начинают сплетни. Люди собираются, допустим, на клубах благость, должны быть какие-то ограничения, когда люди собираются, они должны иметь регламент, мы обсуждаем такую-то тему, такую-то, если просто начинается болтовня, то заканчиваются сплетнями потом. Мы не можем поддерживать правильную дружбу спонтанно, нам этому надо учиться. Мы не знаем, как строить отношения друг с другом, с равными, со старшими, с младшими, надо учиться этому. Младшим надо относиться очень снисходительно, прощать им недостатки. Старшим надо относиться с уважением, не эксплуатировать их, служить. С равными надо относиться чуть-чуть на дистанции, чтобы строить правильные отношения. Очень глубокая дружба возможна только у святых людей. Все остальные могут дружить только имея общую цель правильно дружить. Все остальные дружбы имеют очень сладкий временный характер. Вместе покупались, понаслаждались и разошлись, как в море кораблей. с горшка в одной квартире. Нормально. Называется привязанность. Если вы любите человека, делайте для него что-то хорошее. Дайте ему лекции послушать. Дайте ему возможность духовно развиваться. Помогайте ему. Это хорошо иметь привязанность к человеку. это хорошо. Думать о нем. Помогать ему в своем сердце. Это хорошо. Но нежелательное общение разрушит вашу жизнь в этом случае. Если вы будете с ним разговаривать о том, какие у нас плохие правители или еще что-то в этом роде, это несомненно разрушит вашу жизнь. Я специально этой теме уделил больше времени, чтобы она больше как бы если в одной квартире звучит и православная молитва двухкомнатах и махамантера в третьей комнате одновременно. Это нормально? Нормально? Почему ненормально? Вот у нас же здесь на настрое, вы были же на настрое, я давал настрой. Сначала звучала православная музыка, потом мусульманская, потом ващнавская, ведическая. Нормально? Нормально? Что тут ненормально? Вы что, почувствовали оскорнение какое-то? Это ваши проблемы, если вы это почувствовали? В Казани стоит мусульманская мечеть великолепная, а в 150 метрах от нее собор Казанской Божьей Матери. И классно все, проблем никаких нет. И там ходят все, и те, и другие, перемешку. Они же не могут ходить так как-то разделенно. И те, когда там ходят, эти там ходят, нормально? Так должны, вы должны так жить. Это означает любовь. Когда умирает человек, а я никогда не видел, чтобы человек умирает вообще в жизни, никогда не видел. Видели, чтобы человек умирал? А? Кто видел, чтобы человек умирал? Поднимите руку. Вы находите в глубочайшем заблуждении. Никто не умирает вообще. Вот допустим, если вы заснули, вы умерли или нет? Нет. Вы просто потеряли связь с телом. Вы его не чувствуете, не воспринимаете. Вы заснули, не чувствуете тело, потом раз, чувствуете, где я? Проснулись, в тело вошли опять. Человек каждый день испытывает это чувство. Он покидает тело на время, потом опять входит в него. Это обычное явление. Это не называется, что он умер. Умер это слово неправильное. Человек может оставить тело, совсем оставить. Он думает, что оно стареет, ну сколько в нем жить? Ну в костяшках, в одних костях же не будешь ходить, да? Бывает, что люди доставают такой возраст, что кожа и кости остаются, и все равно живет. Ну сколько можно в этом теле еще жить? Ну неудобно. Нужно другое тело. Вот смотрите, дети, они обкатывают тело, они бегают, такие, взвятся в нем, новая, свеженькая, хорошенькая, мягенькая, пушистая, таком, классно. Хорошо же жить в таком хорошем теле, а в старом уже все, ну что там делать в этом старом теле? Пукать ходить? Смысл какой? Акмосферу только портить. Надо менять тело, это знание, это знание. К этому относиться надо хорошо, нормально, спокойно. Расставание неизбежно в этом мире у всех, все расстаются в этом мире, это нормально тоже, мы не будем вместе всегда, нам придется расставаться всегда, всем придется расстаться. Но люди, которые любят друг друга, они остаются в сердце, как ангелы-хранители друг друг, даже не зная об этом. когда уходит из жизни человек, которого ты любишь, а ты чувствуешь его любовь, до сих пор это значит, что я чувствую духа, не духа вы чувствуете, а душу. Дух это тонкая форма жизни, плохая, а душа это есть и в духе тоже, но только эта душа, она выбрала неправильный путь, она выбрала путь злобы, сплетен, зависти, иллюзии, безумия, жадности, гнева, вожделения. А душа, которую вы любите, скорее всего, выберет правильный путь, потому что вы же правильный человек, вы молитесь за эту душу. Вы чувствуете душу, я чувствую духа, и это плохо, я молюсь из-за этого духа. Ну представьте, что вы оставите тело, вас тоже духом будут считать, ну некрасиво же, правильно? Значит, у вас не хватает образования? Ну почему человек, который остался без тела, является плохим? Почему он плохой? Он такой же, как мы, хороший, просто он сменил тело, и все. Он же может в конце концов вашим ребенком родиться даже, тогда он хорошим становится, да, сразу. Если он уходит в другое место, значит он дух, просто. Нет, он не дух, он такой же, как мы, просто в другом теле, в другой форме жизни. Да? Если человек не достиг к совершенству совершенства в этой жизни, или он в богатой религиозной семье рождается, или в бедной религиозной. Вы неправильно перевели этот стих. Богатый человек имеет много возможностей, это дает возможность духовно развиваться. Бедный человек религиозный тоже имеет много возможностей. Когда человек не достигает духовного прогресса в этой жизни, он рождается в следующей жизни в религиозной семье. имеет возможность, причем вера такая же, какая у нее была в прошлой жизни, чаще всего. Что вы можете сказать о душе Делай-ламы? А вы хотите, чтобы я совершил оскорбление? Еще одно оскорбление я должен совершить, но я не против. Просто поймите, что вы сейчас заставляете меня рассуждать о возвышенной душе, и это рассуждение очень опасно. Оно может привести меня к оскорблению. Я не имею привычки рассуждать о других верах, о людях в другой вере. Их оценивать. Это правило плохого тона. У вас есть жена? Вот когда будет у вас жена, если кто-то попросит меня поговорить о вашей жене, то я не буду этого делать. Опять такой же вопрос. А зачем? А зачем? Пошел, пошел, пошел. Да? Вместе. Возможно. Есть два способа быть вместе. Один способ – сильно ненавидеть друг друга. И в следующей жизни вы вместе обязательно появитесь. В теле собак будете гавкать друг на друга. То есть, ну, Бог вам поможет продолжать эти отношения. Второй способ – это сильно любить друг друга. Возвышенная любовь должна быть. Духовная. Не привязанность просто к телу, а духовная любовь. Да, человек привязан к телу кого-то, он в следующей жизни получает такое же тело, как у него. Он похож на этого человека. Так он с ним встречается. С его телом. Привязанность к телу – встречаешься с телом. Просто получаешь похожее тело. Жена любит мужа, получает тело похожее на мужа. Муж же любит жену, получает тело похожее. Но если человек душу чувствует, душу – это не тело, это разные вещи. Духовные отношения уже. Тогда люди могут в следующей жизни быть вместе. Но надо научиться душу чувствовать. Это непросто. Все самое хорошее в человеке чувствовать надо. Самое светлое, чистое – это тогда есть возможность быть вместе. Но некоторые не хотят быть вместе. Они говорят, ты мне и в этой жизни уже надоел. Это значит, что они чувствуют душу. Ну, сколько вы вместе живете? Уже нормально. Уже можно так говорить. Да, 8 лет нормально. Некоторые 2 года живут, говорят, мы хотим быть всегда вместе. Ну, поживите еще немного, посмотрите. Все нормально. Ну, я думаю, что нам пора с вами уже попить. Так? Нам осталось еще... Бездумное следование правилам или пренебрежение правилам разрушает жизнь нормальную. Дальше общение с людьми, имеющие грязное сознание, жажда славы, почести и гордыни. Такие темы мы еще с вами будем обсуждать. У нас не душно в зале? Нет. Душно? Нет. Вроде бы все открыто. Надо шторки убирать от окон. Там, где окна, надо шторки всегда там убирать. Чтобы воздух шел. Что вот? Шторки уберите вот от этого окна. Шторки уберите. Шторки уберите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гопал-нандала 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотя кто-то не договорит, но это не про Кистанеду, просто там разные направления есть, но вы не пришли, да? Вы понимаете, цель какая? То есть вы хотите развить себе средоспособность. Это не означает, что вы стремитесь к этому, чтобы не стать. Ваш путь мне неведом, куда летите вы. Я за вами, за вами следом, чтобы стать гладком воды. Там, где солнце обжигает, по песку, как по углям. Мне вашей веры не хватает, чтобы припасть к его ногам. И мне бы только рядом быть, только рядом быть. Стать облаком защитным от беды Стать ветром, напевая ваши песни Свечой гореть над книгой или капелькой воды Пролиться после вас на том же месте Стать облаком защитным от беды Стать ветром, напевая ваши песни Свечой гореть над книгой или капелькой воды Пролиться после вас на том же месте Пролиться после вас на том же месте